Давненько-давненько не прохаживался по теме, как они это делают. Сейчас я вам объясню, почему в стране, которая абсолютно привязана к дырке в земле, идет такое интенсивное строительство. Почему именно эта отрасль экономики является, по сути, единственной столь бурно развивающейся, вне взирая на какие бы то ни было кризисы. Но первое, самое основное, именно в этой отрасли заняты мигранты. То есть не создаются рабочие места для граждан России. Не случайно это. Именно эта отрасль вывозит валюту из страны, соответственно, повышая ее стоимость и понижая стоимость национальной валюты, если рассматривать ситуацию с точки зрения, скажем так, лукавого промысла зарубежных разведок. Именно эта отрасль дает итоговый продукт – квартиры. И вот тут поразительно. В дореволюционной России, вот даже когда путешествуешь по Петербургу, и экскурсовод говорит, доходный дом купца такого-то, доходный дом графини такой-то. В этом доходном доме жил Достоевский, в этом доходном доме жил Тургенев, Чайковский. Доходный дом, доходный дом, доходный дом. Что это? Строился дом, на втором этаже которого жил сам хозяин. А четыре этажа были отданы по классам. Второй и третий этаж, наиболее престижные, так как не недалеко от земли, и не надо было шагать долго по лестнице, занимали представители, скажем так, буржуазии и дворянства. Первый этаж, как правило, был отдан под некие социальные задачи. Мы не предположим, под булочную. Чуть выше жили инженеры, а на чердаке, в мансардах, утились студенты. И у каждого человека был свой этаж, грубо говоря, своя ценовая категория того жилья, которое он снимает. Договор мог заключаться пожизненно. Соответственно, цена оплаты была совершенно регламентирована. Человек знал, сколько он платит в год. Часто выкупая, несколько десятилетий вперед, не покупая квартиры, не тратя колоссальные деньги на ее строительство. А дома часто переходили по наследству. Амортизация их приводила, собственно, к тому, что они становились доходными абсолютно. То есть, те деньги, которые в них были вложены, не возвращались. В Советском Союзе, собственно, пошли по этому же пути. Все жилье было государственным. Ну, в отличие, скажем, есть еще была такая форма кооперативного жилья. Когда был жилищный кооператив, и люди в складче устроили какой-то там дом. Я не очень помню, как это все происходило. Но помню, были кооперативные квартиры, считались шиком. Потому что они имели какую-то особую планировку, высту потолка другую и так далее, и так далее. Искренне скажу, я даже в такой ни разу не был. Но слышать слышал. И они могли продаваться, что вообще очень странно для Советского Союза. Все остальное жилье выдавалось государством на безвозмездной основе. И люди оплачивали коммунальные платежи, смехотворные часто. И попасть в квартиру можно было единственным возможным способом. Пропиской. О чем речь? Почему в современной России нет ни одного примера, что существуют доходные дома? Как странно, что никому в голову не пришло давать жилье по этому принципу. Когда, собственно, себестоимость при сегодняшних технологиях жилья стала максимально низкой. Доходность, вообще говоря, сектора экономики поразительная. Наркотиками торговать не так выгодно. Часто застройщики получают до 400% прибыли с учетом цен на рынке. Сейчас цена подупала, понятно, покупательная способность уже не та. Стараниями, скажем так, опять же, властной группы народ нищает. Но дома строятся. Почему? Ну, потому что между 200 и 400, конечно, 200% разницы. Но 200% прибыли. И это вполне устраивает. Они будут строиться еще долго. Даже до 50% будут строиться. Потому что нет ничего другого, куда можно вложиться, куда позволяет вкладывать деньги. Инвестировать деньги. И люди, понимающие, что боятся за свои накопления, часто покупают квартиры, чтобы хоть как-то обезопасить свои сбережения от инфляции. От очередного грабежа, когда деньги становятся фантиками. Почему, еще раз говорю, не пришла никому в голову мысль сдавать в наем жилье долгосрочно, а отдавать их по ипотечным программам? А я объясню. Самым главным избирательным оружием существующей властной группы являются бюджетники. Как крупные компании скажут, которые сидят на бюджете, то есть получают деньги от государства за свою деятельность, так они и проголосуют. А именно бюджетники, это те самые ребята, которые напокупали квартиры в ипотеку, если его уволят, этого бедного бюджетника, а ему платить ничем будет. Он из квартиры вылетит и потеряет все то, что уже заплатил. С банками иди попробуй посудись. А вот это вообще интересная штука. У нас нет жилья, которого сдавали в наем, и у нас пропали профсоюзы. Нет, они есть, но они не работают. Профсоюзы были созданы в самом начале для борьбы с работодателями за представлением прав рабочих. У нас нет профсоюзов, потому что когда увольняют человека, выкидывая его на улицу, его обратно вот так никто не будет пытаться вернуть, если он сам не будет биться в суде. То есть его никто не представляет. Он ничем не защищен, кроме каких-то законов, написанных на бумаге, но которые, к сожалению, не исполняются. И вот смотрите, какой порочный круг. Загоняет людей в кредиты, в ипотеку, вешая на них чудовищные условия. Потому что по ипотечным программам, только в России, наверное, такая ипотека. Во всех странах Европы, родив второго ребенка, вы ополовините ипотеку вот эту вот, а третьего вы можете получить ее подарок. То есть квартиру выплачивает остатки государства. В России даже мысли такой нет. Недавно попалась мне заметка о том, что ипотечные программы сталинской поры 50-го года были под 1%. Под 1%. Нам такое даже не снилось. Сознательно народ загоняют в ермо банковских отношений, рекламируют как могут ипотечные программы, кредиты под чудовищные проценты. При этом банки злонамеренно требуют выплату сначала денег по процентам, а потом тело кредита. То есть ты платишь годами, потом выясняется, а кредит-то ты не погасил. Ты сначала выгоду банка отдал ему, а теперь будешь платить по кредиту. И ты сам это подписал. А не хочешь подписывать, так походи по рынку, поищи. А другого-то банка такого не найдешь. Сговор картельный. И всех это устраивает. Тех, кто загоняет народ в ермо, делая его бесправным, безвольным, и заставляя его голосовать за тех, кого скажут. И никаких профсоюзов, представляющих народ, не существует. А есть такое карманное. Ну, что бы как у людей. У нас и профсоюзы есть. Посмотрите, да вот они, как и статья о самообороне. Есть, есть, вот она, написана. Жалко не работает. Поэтому, когда мы рассматриваем ситуацию с экономикой нашей страны, мы, к сожалению, начинаем все более и более сталкиваться с ситуацией злонамеренности. Даже не экономической, а скорее политической. Понимая, если рассматривать ситуацию от противного. Что бы я сделал с Россией, будь его врагом. Он уничтожал бы национальную валюту, загонял бы народ в лагерь без стен и решеток, долговой, делая его бесправным, безвольным, управляемым. Не нравится? На улицу. Благо, работать сейчас особенно нет. А ты собираешься все выплачивать? Ну, ты подумай. За кого голосовать? Что говорить? Как себя вести? Хотел быть полезен. Мнение мое не обязательно правильное. Но, я думаю, стоит прислушаться, чтобы хотя бы сделать собственные выводы и поискать собственные аргументы, даже если не отличаются от моих. Ваш Андрей Кочергин.